Приветствую вас, Анна. Ситуация заключается в следующем. Во-первых, если вы, как говорить, устали быть хорошей и мягкой, то это значит, что вы на самом деле, скорее всего, не хорошая и не мягкая. Просто вас, условно говоря, что-то заставляет таковой быть. Ну, точнее, не заставляет, а вы, вы сами делаете свой выбор в пользу того, чтобы быть такой, вот. Почему вы такая? Потому что, с одной стороны, вы в себе не уверены, с одной стороны, вы сомневаетесь в том, имеете ли вы право что-то требовать, то есть сомневаетесь в своих желаниях, сомневаетесь в своих потребностях. И именно поэтому, именно поэтому вы и являетесь мягкой и хорошей, да, потому как, таким образом, вы компенсируете свою, ну, свою неуверенность, да, свои, 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 свои сомнения в себе, вот, свои, свои желания, вот, условно говоря. Это, такой момент. Следующий момент, который я хотел вам сказать, заключается в том, что, хорошее, вот, то, что вы хорошее, это очень оценочное осуждение, понимаете? То есть, как бы, это именно оценка, но кто сказал, кто сказал, что вы действительно хорошее, то есть, почему вы считаете себя действительно хорошей? То есть, кто определяет, какая вы, хорошая или нет? Ну, вот, в вашем описании, в вашей задаче, которую вы составили, составили, ну, есть, на самом деле, немного, такая, наивная, да, немного наивная, немного детская, я бы сказал, справедливость и детское понимание, детское понятие, значит, хорошего, хорошего и плохого. Даже та девочка, которая хорошая, да, которая хорошая, по вашему мнению, она, на самом деле, не обязательно хорошая, Потому что для нее, для нее это вред, а та девочка плохая, которая ведет себя плохо, она совсем не обязательно плохая, потому что, как бы родители, которые потакают ее к такому поведению, они ей на самом деле только вредят, да. И девочка, получается, своим поведением, она также, получается, вредит себе. И раз она вредит себе, то она уже, ну, на самом деле, не такая уж и плохая, скорее всего, даже наоборот. Да, скорее всего, она даже хорошая, хорошая. Понимаете, какая штука, какая штука. То есть, хороший и плохой, да, хороший и плохой, это очень, ну, такие, субъективные понятия. Очень-то субъективные понятия. И они далеки от реальности. Но еще раз повторю, тот факт, что вы устали быть хорошей и мягкой, всего лишь свидетельствует о том, что вы, вероятно, сами, вот, таковой никогда не были. То есть, для вас это не, ну, неестественное состояние. Понимаете, какая штука. Вот. Для вас это неестественно, для вас это непривычно, для вас это не, ну, ненормально. То есть, от природы вы, ну, вероятно, другая, именно от природы. Понимаете, 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 какая штука. Дальше, значит, таким образом, ответ на вопрос, как стать требовательной, очень простой. Поверить в свои желания, переставить их под сомнение. Но, при этом, при этом, у мягкой и хорошей девочки тоже есть некая цель. У мягкой и хорошей девочки есть некая выгода, для чего она ведет себя так. То есть, вы почему-то выбрали, ну, вот, такую модель поведения, да? Почему-то вы выбрали такую модель поведения. Для чего-то вы выбрали такую модель поведения. Что вы, наверное, что ли получить, да? То есть, вы, ну, вероятно, что-то, что-то, что-то хотите для себя, опять же, получить. Вот. И это не работает, к сожалению. То есть, изначально вы думали, что это сработает, и, возможно, изначально это работало. Но это не работает в долгосрочной, в долгосрочной перспективе. Вот. Но выгода, которую вы получаете от того, что является мягкой и хорошей, она остается для вас актуальной, да? Даже, даже если вы не всегда ее, ну, как-то вот, ну, сознаете, да? Даже если вы не всегда отдаете в этом себе отсчет. Вот. Дальше. Устала так. Моего мужчины касается и его бывшей. Здесь у вас треугольник Карпмана. Анна, и вы в этом треугольнике Карпмана являетесь, ну, очевидно, жесткой, потому что есть преследователь, это преследователь, это преследователь бывшего вашего мужчины, есть спаситель, это мужчина, который должен спасти вас, и должен спасти бывшего. И есть вы, это жертва, которая вынуждена делить, в кавычках, своего мужчину и... Делить своего мужчину с другой. Треугольник Карпмана можете изучить в интернете. Хорошая девочка, это я. Ну, мы уже разобрали, что я хороших и плохих не бывает. Две девочки сидят в песочнице. То есть, метафорическим языком выражаясь, две девочки поместили себя в некие границы. Вот. Да? Хочется спросить. На каком основании, да, на каком основании вы поместили себя в эти границы? Вот. Почему вы поместили себя в эти границы? Вот. Зачем вы поместили себя в эти границы? То есть, песочница, это границы. Это границы. Это ваши границы. И границы бывшей, значит, девочки, к сожалению, тоже. Вот. Дальше идем. Одна девочка очень хорошая. Ее любит и целует. А девочку любит и целует не за то, что она хорошая. Иначе это условная любовь. Ей дали ведерко, а в нем полведерка красивых камешков. То есть, девочка хорошая, в надежде что-то получить. Это не отношение здоровое. Таким образом, девочка всегда будет зависима от того, получит ли она камешки или нет. Другая девочка очень капризная. Ее не любит, так как она скандалит и выносит мозг. Ей не нужно, чтобы ее целовали. Но она требует камешков. И чтобы не выносил мозг, ей дали полтора ведерка. Как бы, если речь о мужчине, то мужчина, на мой взгляд, да, он, ну, делает не очень хорошую историю для этой девочки. Потому что он ей таким образом вредит и подкрепляет ее деструктивное поведение. Одна, ты найдешь, найдется человек, да, который не будет давать ей, ну, вот, пол ведерка, значит, камешков. Вот. Понимаете, какая штука? То есть, тот факт, что человек дает пол ведерка камешков, полтора ведерка камешков капризной девочки совсем не относящаясь, что эта девочка плохая. Скорее, мужчина не желает принимать ответственность. И, самое главное, что его, ну, очевидно, как-то вот утомляет, да, утомляет, что, ну, что выносит мозг ему. Дальше. Вопрос. Где справедливость? Справедливость это не к психологии. И как хорошие девочки сделать так, чтобы ей тоже давали много камешков? Я думаю, что девочке имеет смысл поискать способы для того, чтобы самой получать камешки. Понимаете? Какая штука. Вот. То есть, чтобы, ну, условно говоря, не зависеть от мужчины. и спросить, спросить себя, а к мужчине-то отношение какое? Нужен ли мужчина хороший, хорошей девочке? Вот. Нужен ли мужчина хорошей девочке без камешков? Готова ли она принимать его без камешков? Знаете? Какая штука? Вот примерно, примерно на эту тему примерно я бы порекомендовал вам по ну, поисследовать. Примерно на эту тему я рекомендовал на эту тему я рекомендовал бы вам подумать. Вот. Такая штука. Такой ответ я мог бы вам дать. я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. если он понравился вам, то буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Какая штука? Продолжение следует... Продолжение следует...